Я не любитель твинки, я тоже не ем сахар и молочные продукты. Любой фильм хорош настолько, насколько хорош режиссер. В голодных играх речь идет о людях, восставших против коррумпированного правительства, которое их контролирует. Я не уверен, что это имеет первостепенное значение, чтобы вы были счастливы. Многие несчастные люди оказали глубокую услугу себе и миру. Абсолютное единство со своим делом — первое и важное условие успешного лидерства. Возможность стать звездным шеф-поваром, представить себе, что это будет здесь, в Лас-Вегасе, я не мог этого понять. Мои первые слова всегда были о еде. Я вырос в Северной Калифорнии, и когда мне было 10 лет, у меня был собственный бизнес по производству кренделей. Именно понимание дает нам возможность обрести покой. Когда мы понимаем точку зрения другого человека, а он понимает нашу, тогда мы можем сесть и обсудить наши разногласия. Мужчины делают историю, а не наоборот. В периоды, когда нет руководства, общество стоит на месте. Прогресс происходит, когда смелые, умелые лидеры используют возможность изменить ситуацию к лучшему. Секс — грязная штука, только если вы знаете в этом толк. Джентльмен — это человек, который говорит правду по меньшей мере в 30 случаях из 100. Все мы виноваты в преступлении, в великом преступлении не жить полной жизнью, но потенциально все мы свободны. Можно не думать о том, что нам не удалось, и делать все, что нам по силам. Может быть и приятно знать, что женщина умна, но литература вместо горячего тела — это не то блюдо, которое следует подавать в постели. Карлик, стоящий на плечах великана, может, конечно, видеть дальше, чем сам великан, особенно если наденет очки, для возвышенного кругозора не достает ему высокого чувства исполинского сердца. Только решетка отделяет юмор от дома умалишенных. И знаешь, я по правде не знаю, куда мы едем, но ведь это забавно, но угад. Человеческую жизнь, как пожар, тушить опасно и трудно. Для любви не существует вчера, любовь не думает о завтра. Свобода — это открытое окно, через которое льется солнечный свет человеческого духа и человеческого достоинства. Вызов победил сомнения, воля — инстинкт. Мудрость — это мыслить с пессимизмом и действовать с оптимизмом. У каждого из нас есть только одно истинное призвание — найти путь к самому себе. Сплетни служат утешением для женщин, которых более не любят и за которыми более не ухаживают. Для совместной жизни с другим существом нужна не грубая физическая страсть, которая весьма скоро угасает, но сродство душ, характеров и склонностей. Хорошего человека узнать легко, у него печаль в сердце и улыбка на лице. Надменные извинения — еще одно оскорбление. Классиком мы называем писателя, которого можно хвалить не читая. Если женщина станет товарищем, вполне возможно, что ей по-товарищески дадут коленкой под зад. Есть определенное величие и благородство в том, чтобы служить чужой нужде из своей полноты и изобилия. Что бы ты ни делал в жизни, делай это, не теряя мужества, и ты не сделаешь ничего плохого. Коммунизм — ненавистная штука, угроза миру и организованному правительству. Мужество жизни часто представляет собой менее драматическое зрелище, чем мужество последнего момента, но это не менее великолепная смесь триумфа и трагедии. Раскаиваться хорошо, но не делать зла еще лучше. Чтобы предмет стал интересен, достаточно долго на него смотреть. Необычайные переживания порождают высокие творения. Изучай правила, чтобы знать, как правильно их нарушить. Счастье состоит в том, чтобы обнаружить вечность, спрятанную в другом человеке, и встретиться с ней как со своей собственной. Причина ошибки — незнание лучшего. Кроме атомов и пустоты в мире нет ничего. Лесть считается чем-то низменным и подлым, она становится жестокой и изобретательной, когда ее направляют на то, чтобы угодить одному человеку, придумывая унижение для другого. Где бы ты ни очутился, люди всегда окажутся не глупее тебя. Когда мы находимся во власти какого-нибудь стремления, оно начинает казаться нам вполне разумным и даже осуществимым, а это придает необычайную силу. Мы должны быть готовы учиться друг у друга, не утверждая, что мы одни владеем всей истиной и что у нас есть уголок у Бога. Внутреннюю грязь невозможно смыть водой, а можно лишь слезами. Невежественный человек не видит красоты розы, а цепляется за ее шипы. Человек похож на текучую воду, как только она замутится, ее дна не увидишь, а дно реки полно жемчугов и кораллов. Осторожно, не мути, он чист и прозрачен. Душа человека похожа на воздух, как только смешается с пылью, она становится завесой неба, мешает лицезреть солнце. Но когда пыль исчезнет, воздух станет ясным и прозрачным. Жизнь — это остров в океане одиночества. Остров, чьи скалы — надежды, чьи деревья — мечты, чьи цветы — уединение, а ручьи — жажда. Любовь ничем не владеет и не хочет, чтобы кто-нибудь владел ею. И не думай, что ты можешь править путями любви, ибо если любовь сочтет тебя достойным, она будет направлять твой путь. Как бы счастлива женщина не была в браке, ей всегда будет приятно, если какой-нибудь славный человек усомнится в этом. Самое досадное то, что люди принимали меня, как правило, за хорошего, честного, доброго, образцового и даже надежного человека. Обоих забавляла наивность молодости, обоих печалила приходящая с возрастом мудрость. Чтобы сохранить совесть чистой, надо поднять ее выше совести всех прочих людей. Любовь и доброта. С первого момента появления на свет, мы оказываемся под крылом опеки и доброты наших родителей. Затем на склоне лет, когда к нам подступают болезни и старость, мы вновь отдаем себя на милость других. Если в начале и конце нашей жизни мы так полагаемся на милость других существ, как же может случиться, что посередине мы отказываем им в доброте? Мы все по-своему сломлены. Из-за этой сломленности мы причиняем боль другим. Прощение – это путь, который мы предпринимаем для исцеления сломанных частей. Так мы снова становимся целыми.